Ну вот, ребят, наконец-то теплый пол у меня запущен, все работает. Конечно, классно, когда все это теплое. Вот лежит рядом градусник, там градусов 36 он показывает на полу. Детям очень нравится. То есть дочка побежала, я говорю, ты куда? Я ножки погреть. Побежала на балкон, берет тут всякие краски, фломастеры, сидит, лежит и рисует ребенку тепло и комфортно. В принципе, классно. Пробовал сегодня специально поставить пол на максимум и закрыть двери. Ну, одним полом сыт не будешь, на балконе стало, конечно, холодно, то есть нужно какое-то дополнительное отопление, либо чтобы двери были открыты. А так вообще по сравнению, конечно, просто с плиткой, то есть у меня есть кусочек, где будет стоять шкаф, там я теплый пол не делал. Там, конечно, плитка холодная, то есть раньше на полу было 17 градусов, сейчас вот 36. Ну, сам пол, наверное, потеплее, наверное, градусов, я думаю, 40, так где-то 45. То есть я вижу, мне вот уже прям в спине прям тепло, я бы даже чуть ток уменьшил. Насчет энергопотребления, честно говоря, не скажу. Хотел найти счетчик какой-то, чтобы подцепить чисто к полу. Ну, пока не нашел, не скажу. Ну, написано, что есть 232 ватта. То есть это если он на постоянку работает, а так, ну, я полагаю, что он где-то пополам половину работает, а половину не работает. То есть это где-то 115 ватт он употребляет. Ну, а теперь давайте посмотрим, как я, в принципе, все это укладывал. Давайте откроем, посмотрим, что же там внутри находится. Ну, регулятор это я покупал отдельно, взял самый недорогой, по-моему, 800 рублей стоит. Инструкция здесь, здесь идет гофро, туда термодатчик заводится. За ленту я тоже уже отдельно покупал. Вот, давайте сразу по цене я вам скажу. Так, значит, теплый пол, вот этот вот, он не на два квадрата, он длиной 2 метра, шириной 83 сантиметра. Цена его почти 5000. 4931 рубль. И терморегулятор 711 рублей. Вот так вот получилось. И выглядит он, смотрите, как. Выглядит он немного не так, как обычные теплые полы. Такая вот лесенка. Олесенка. Тут вот у нас медный провод идет, но сечение полтора-то точно, наверное, есть. То есть, в чем его, как я понял, преимущество. Если другие полы идут змейкой и где-то змейка перегорела, то остальная часть не работает. А здесь, если перегорит какая-то часть, то остальная работает, потому как здесь они параллельно запитаны. И работать оно дальше будет. Так же, как они сказали, что на теплый пол нельзя ставить какие-то предметы, там, типа ковра, что эта часть перегреется, опять же, и перегорит. А на этот теплый пол можно ставить предметы. То есть, если идет перегрев, то она как-то якобы отключает вот эту нить нагревая, она не перегорит. Так, что тут у нас еще есть? Так, комплект соединительный для теплого пола. Это зажимы идут. Но зажимами, не знаю, буду пользоваться или нет. Скорее всего, я где буду разрезать, соединять, там мне, наверное, спаяю. Мне больше нравится концевой. Это просто изоляция вот этих концов. То есть, термотрубка, как я понял, одевается, чтобы не шло. Идет у нас провод вот такой одножильный, медный. Так, ну, наверное, полтора, может быть, может два сечения у него. Ну, такой серьезный, по-моему, пять метров он здесь для соединения. Попробую сейчас все это соединить, подключить к терморегулятору, хоть посмотреть, греет, не греет, а потом уже буду керамогранит ложить. Так, вот так вот я его в длину, пол я его так не хочу укладывать. Потому как, ну, сильно близко тут греть у стены, мне, собственно, не надо. И коротковато он получится. Поэтому я его сейчас порежу на три равные части. И положу его вот так поперек. Тут получилось 20 вот этих вот элементов. 20. И я сделаю, получается, 7, 7 и 6. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Режем вот здесь. Опа. Значит, это получается у нас вот так вот. Когда я его положу чуть-чуть, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. И потом надо с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опа. Вот так вот у нас выглядит схема. Концы просто изолируем. И надо, чтобы везде присутствовала фаза и ноль. И потом это идет на терморегулятор. Провод я посмотрел, на нем написано два с половиной сечения. Но почему-то этот, не знаю, как его обозвать, многожильный или как. Что этот мягкий. А тут у нас идет одна жива. Ну, провод такой достаточно серьезный. Две оплеточки у него. Попробовал почему-то паять, но не паяется. То ли надо кислотой пройтись, но с канифолью не идет никак. Просто все скатывается и с этого провода, и вот с этого. Попробовал. Поэтому, ладно, будем обжимать. Специальных обжимов у меня нет. Термотрубку надо не забыть. Вдеть, а то потом никак вы ее не проденете. Я просто вот так плоскодупцем обжимаю. Специальные инструменты покупатели три раза обжать. Ага. Не нажал. А потом хочу вот этим местом, где кусачки еще поджать. Вот так. Ну вот все. Так как фена тоже нет, я взял паяльник. Паяльником, конечно, он уж не так хорошо, как феном. Но что делать? Чтобы трубка чуть-чуть подусела. Немного паяльником погрею. Думаю, будет нормально. Такая трубка жесткая. Совсем не такая, как продаются везде. Плотность совсем не та. Такая прям серьезная-серьезная. Вот видите, помаленьку она садится. Потом, наверное, вот эти места еще замотаю изолентой. И будет все отлично. То есть вот это вот у меня конец. Концы заглушены. Затем все вот так пошло-пошло. Вот. И получается вот на этот конец. И вот к этому концу уже будет подключаться к регулятору. Сейчас все это подключу. Будем проверять. Вот такой вот регулятор я купил. Вот это включение-выключение. И температура регулируется. Вот сюда подключается датчик, который затапливается, так скажем, между нагревательными элементами. Я, кстати, что-то проглядел все это дело. Сразу в стяжку его не пустил. Ну, у меня и пол это еще не было. Так, значит, вот сюда подается питание. Фаза ноль. Сказали, вроде как обязательно надо соблюдать. И вот эти контакты уже идут на нагревание. А сам датчик, сам датчик получается вот здесь вот. Вот тут я проштробил. То есть и тут будет один нагревательный элемент, второй датчик будет стоять между ними. И он будет пускаться в гофре для того, чтобы если он сгорит, его можно было извлечь. Сейчас я весь пол загрунтовал перед плиткой. Пол уже, в принципе, подключал временно, проверил. Все нормально, все нагревает. Вот сейчас грунтовочка высохнет. И начну уже укладку кафеля. Вот, друзья, начал я клеить керамогранит. Вот с такой вот расшивочкой на треть. Ушел уже у меня почти мешок клея. Поэтому решил снять слой примерно сантиметр, может 12 миллиметров. Примерно вот так. И ушла у меня пачка керамогранита. Это полтора квадрата. Клею я кафель в третий раз. Наверное, в четвертый у меня было два туалета. Один туалет на прошлой квартире был. И в этой квартире ванна туалет. Но всегда я ровнял и клеил под гребенку. Мне так кажется. Проще и пустот не получается. Но так как тут слой большой, я вот так в гараже у себя клеил. На нижний слой я, к примеру, делаю гребенку вот так. А на кафеле делаю наоборот. И получается, что тогда пустот не остается совсем. Ну, может тогда, конечно, дольше. Отделочники, может, пусть меня поправят, если я что-то не так делаю. Мне кажется, это будет хорошо, когда нету пустот совсем. Это же классно. И по своей работе я вижу ремонты, ну, каждую неделю практически новой. То есть это и кафели, и как стены ровняют. И не хвастая скажу, что процентов 80 я делаю лучше. Хотя я делаю буквально четвертый раз. И прошлые разы были тоже лучше. Вот так крестики использую 2 миллиметра. Больше я не люблю, когда большие зазоры получаются. В ванне у меня полтора миллиметра. То есть вот так вот клею. Сейчас у меня клея хватит еще вот сюда на обрезочек. И все, мешок кончился. То есть надо мне 3 мешка на вот эти 3,5 квадрата при таком слое. А вот так вот это, в принципе, у меня все выглядит. То есть дальше, пока у меня отделка встала, тут уже всякого скраба нанес. Ну, пока все это будет стоять. Затирочку на плитке пока делать не буду. Пока не сделаю стены. Все таким образом, я думаю, довольно прилично получилось. Теплый пол бесспорно помогает. То есть вот смотрите у меня, несмотря на то, что сушится белье, запотевания на окошках практически нет. То есть, ну, немножко вот, немножко есть. Должение следует... Должение следует... Мои. Должение следует... Продолжение следует...